Всем привет! Меня зовут Лиса, и сегодня я решила снять очень необычное видео на мой канал. У меня появилась идея, что если в течение целого дня, с самого утра до самого вечера, питаться так, как питаться в какой-то другой стране. Сегодня я выбрала в качестве первого видео подобного формата Корею. Мне кажется, это будет очень интересно узнать, что же они едят, как они едят, какой у них вообще режим питания, какие закуски они предпочитают, какие гадости, но тоже одновременно сладости и вкусняшки они едят, и что они едят из самой обычной домашней еды. Поэтому сегодня мы с вами будем пробовать есть в течение дня только корейскую еду. В самую первую очередь нам понадобится что? Викторина только для самых умных. Я чуть не прокинула свой компьютер, ладно, я встану, я эту викторину очевидно не прошла. Нам понадобится закупиться самой настоящей корейской едой в самом настоящем корейском магазине. Я нашла самый большой магазин с корейской продукцией в Москве, и прямо сейчас мы туда с вами направляемся. Надеюсь, что этот магазин будет на самом деле самым большим, а не так, что просто написали, а по факту там ничего не будет. Короче, я приехала в магазин, мне посоветовали именно сюда прийти, потому что здесь очень много корейского всего. Ну и, соответственно, сейчас я приду, буду все это покупать, заодно покажу вам, что есть. Просто смотрите, все понятно, мне не зря этот магазин советовали, потому что я уже вижу просто здравствуйте, все. Я сейчас сюда пришла, и я просто, я уже сломалась, поэтому давайте набирать еду. Начнем с напитков. Я считаю, что, знаете, в Корее, короче, когда я бываю, я постоянно покупала вот эту вот воду. Это просто прекрасная вода. Я сейчас ее беру, и почему мне совершенно не лень ее с собой куда-то пришли? Еще Мознаград, мой самый любимый. Дальше у нас пришла вот эта вот штука. Короче, когда мы были в Корее, вместе вот как раз мы были с Катей Клея, там с Машей, с другими моими подругами, мы постоянно вот заходили в их магазин в 7-11, мы постоянно брали эту штуку, и это было просто лучшее. Это ячменные напитки, они очень-очень-очень вкусные. Тут большая пачка кофе, ребят, очень-очень-большая пачка кофе. Я думаю, все прекрасно все понимают. Еще, кстати, знаете, что я очень сильно люблю? Здесь тоже я видела, я очень люблю их печеньки, и я очень пипец, как сильно люблю их снеки типа чипсов. Это просто потрясающе. Я возьму еще кофе. Ну, выбор реально прям очень классный. Цены тут, ну, очень низкие. Сейчас, что там, черной пятницы вообще 70 рублей, но до этого всего 100, и вы понимаете, вы за 100 рублей покупаете корейские блин-конфеты. Это просто жесть, я не понимаю, я не понимаю, я ничего не понимаю, поэтому надо просто взять все. Это лучшее, есть со вкусом кофе, но мы, конечно же, берем ореха лесного, я это тоже возьму. И вот еще безумно со вкусом белого тортика. Постоянно, просто постоянно в сторис показывают мои подружки, которые живут в Корее. Возьму. Возьму. Все возьму. Я думаю, что вы и без меня знаете, что это. Вы же все понимаете, вы же без меня все знаете. Это же, это же мои любимые рисовые штуки, которые я просто постоянно ел. Я ела их постоянно тут, я ела их постоянно там, это вещь, которую я ем вечно. Я думаю, вы помните, когда было начало карантина, я еще снимала, как я сделала заказ с этими штуками, и у меня была целая огромная коробка. И, конечно же, сожрала все первую неделю. У меня все потрясающе. Иди ко мне. Иди ко мне, еда. Я не оставлю тебя здесь, ты побольше мной. В самом начале у меня были сомнения, что это огромный магазин, сомнений больше не осталось. Конечно же, мы будем есть не только еду быстрого приготовления, которая там дофига, но также сделаем некоторые блюда, которые корейцы обычно едят. Сейчас только самое-самое начало дня, поэтому, конечно же, совершенно логично начать день с завтрака. Давайте узнаем, что корейцы едят на завтрак. Напишу моей корейской подружке. У них нет чего-то определенного, традиционного, что они едят. Они могут есть как обычную еду, что днем едят, допустим, рис с какими-то салатами, типа кимчи. Могут суп кимчи-тиге, типа, есть на завтрак. Вот если мы можем, например, день начать с хлопьев или там с тостов, там с колбасой, то у них такого нет. Вообще, они могут даже рамен на завтрак поесть, it's ok. Вот Чирин мне написала, например, что она кимчи-тиге, супчик кушает на завтрак. И да, собственно, наш завтрак сегодня начнется именно с того, что мы будем есть суп. Здесь есть целых два варианта. Вариант номер один, это приготовить кимчи-тиге самостоятельно. Поэтому вот вам небольшой туториал, как я это делаю. Баски, ты дебил, ты куда на плиту залез? Быстро слезь, плиты, ты слепок. Нет, ну посмотри, у тебя сейчас бабушка пизжу. Вот оно, вот оно просто мое потрясающее великолепие вкуса. Господи, как я люблю кимчи-тиге. И вариант номер два, это воспользоваться уже готовым супом. И знаете, по моим наблюдениям, как бы странно, это не звучало, но разница между домашним приготовленным вручную супом и вот таким, но практически нулевая. Так что сегодня я буду есть именно вот это, потому что не зря же я все это покупала в конце концов, да? Когда я говорила, что мне дофига дома этих супов, я как бы вообще не врала. Чтобы вы просто понимали, насколько я все это люблю, да. Завтрак у меня, я считаю, отличный. Это будет вот этот замечательный суп. Значит, просто заливаю в тарелку то, что находится внутри. А еще, если посмотрите здесь поближе, то тут прям видно реально вот куски мяса, куски кимчи, куски тофу. То есть это как бы не просто какая-то ерунда, знаете, такая размешанная порошковая, это полноценный реально суп. Иди сюда ко мне суп. Я считаю, что этот завтрак потрясающий. Уверена, что для многих завтрак в виде супа с острой капустой это какая-то дичь, но поверьте, мне лично это нравится. Я только так и питаюсь. Ни для кого не секрет, что в Корее очень острая кухня. И они едят много соленого и также много острого. Поэтому и воды там пить тоже принято очень много. Так что сегодня вот моя бутылка, тут между прочим 2 литра, это вот мой напиток of the day. Не считая, конечно же, тон кофе. Просто того, что у меня на столе, в принципе, все так и есть. Кофе, ячменный напиток и вода. Знаете, люди делятся на несколько разных типов. Возможно, многие из вас сейчас спросили, а нафига ты вообще реально купила себе бутылки воды? Моим знакомым и по себе я заметила неоднократно, что люди действительно кто-то различает вкусы воды, а кому-то, ну вот вообще, откуда воду не налей, мы везде одинаково. У меня просто такая ностальгия по Корее. Я вот недавно пересматривала свои видео, потому что у меня дофига видео на корейскую тематику. У меня даже есть отдельный плейлист, связанный с Кореей. Там в том числе концерт BTS, как мы ходили, как я там просто ела 24 часа что-то очень острое, просто косметику, которую я там покупала, обычные влоги с моими друзьями. И мне так грустно, я хочу скорее обратно туда. Не хочу ностальгировать, хочу наслаждаться. Люблю свой ютуб, люблю вас, спасибо большое, что смотрите мед. Я прям вообще очень счастлива, что у меня настолько много единомышленников. Минутка любви и ностальгии, это, конечно, прекрасно, но нам нужно с вами понимать, что же едят в Корее. Недаром это видео снимается-то, ну. Помните, я в магазине показывала вот эти вот штуки, говорила, что я очень хочу сильно попробовать. У меня есть два вкуса, сырный и сладко-острый. Блин, даже не знаю, какой я хочу попробовать. Давайте я их там перемешаю у себя за головой, чтобы не видеть, что я буду есть. И то, что будет в правой руке, то и съем. Ага, у нас с вами выпал сладко-острый. Ну давайте проверим. Эта штука выглядит вот как вот такие вот трубочки. Это очень вкусно! Это очень вкусно! Очень! Я без понятия, что это. Идеально подходит для быстрого перекуса, более чем согласна. Вкусно невероятно! Когда в Корее не очень хорошая погода, а у нас за окном именно очень-не очень хорошая погода, они готовят традиционные блинчики. И так как я накупила много кимчи, я вообще в целом очень сильно люблю кимчи. Блюда корейской кухни, представляющие собой остро приправленные квашеные овощи, оригинопекинскую капусту. Полстакана муки. Полстакана воды. Беру одну баночку кимчи, добавляю туда. Смотрите, у меня здесь кимчи достаточно тонко нарезанная, и это ок. Но если, например, у вас она не такая, то тогда вам понадобится ее предварительно порезать, иначе ничего не получится. Режем лук. Нужно примерно 2 столовые ложки лука будет сделать. Чайная ложка сахара. Кстати, в Корее обычно используют металлические палочки, но у меня нет металлических палочек, так что довольствуюсь обычными деревянными. Беру голубокую сковородку. Беру периловое масло, которое я купила. Кстати, в Корее в семьях обычно используют именно его, потому что она очень полезная, и прям мега насыщенная омега-3 теми же самыми. Короче говоря, здоровая еда наша все в Корее. Это очень ценится, чтобы еда была не только вкусной, но и здоровой. Наливаем немножко его и прогреваем. Главное, давай, это все тоненьким слоем. Распределяем. И блинчик готов. Его можно, конечно же, взять и порезать, например, как пирожок. Можно есть палочкой, можно есть как угодно, но я больше всего люблю оттуда раздербанивать с кимчи, есть ее отдельно, а потом есть вместе с тестом. А потом остальное. Поела острого, выпью воды. Сейчас я сажусь за монтаж видео, сделаю себе перед этим кофе. Недаром же я себе такую большую пакетину купила. Кстати, в Корее очень сильный культ кофе. Они просто с ума сходят по кофе, как и я. Поэтому мне там максимально комфортно, максимально нравится. Буквально на каждом шагу есть кофе. И я еще взяла себе вот такие вот печеньки. Это одни из самых популярных корейских печеней. Это брауни, типа пипаковочков. Они вот так вот, каждая в своей. И сейчас, пока я буду монтировать, буду пить кофе и есть печеньки. Прикол в том, что я и снимаю это видео, и монтирую его одновременно. Возможно, вас очень сильно удивляет обилие фастфуда, которое есть в этом видео. Но на самом деле для Кореи это абсолютная норма. По одной бронзой причине они очень много работают и очень мало времени проводят у себя дома. А когда проводят время у себя дома, то, как правило, они не запариваются над тем, чтобы что-то готовить, а делают что-то максимально быстро. Заваривают себе рамен, заваривают себе рис, делают что-то такое. Кстати, на тему риса. Сейчас мы с вами будем есть рис. Коррис очень популярен в Корее. Его можно купить буквально в любом магазине. И что самое прикол, для того, чтобы приготовить этот рис, вам даже не надо будет идти домой. Потому что в корейских продуктовых магазинах уже стоит микроволновка, уже стоит автомат для заваривания чая или кофе или чего угодно, поэтому даже если вы находитесь в Корее, вы не хотите идти в ресторан или домой, вы можете зайти в абсолютно любой продуктовый магазин и сделать там себе свой раменчик или свой рис. Я сама, когда была в Корее, я практически всегда питалась только этим рисом, и я уверена, что те, кто смотрит мои сторис, кто подписан на мой инстаграм, все это прекрасно помнят, потому что я просто там сходила с ума от этого так называемого риса рака, но это я так называла, это, вот, конечно, это не риса рака. Не пытайтесь загуглить это по названию риса рака. У тебя, короче, здесь прям рис, полноценный уже отваренный рис, а здесь топпинг и ложка. Мы просто все это берем и смешиваем в эту коробку. Просто на 2 минуты ставим. Я, короче, хочу еще вот этими чипсами перекусить, потому что они с медом, чипсы с медом. Хочешь попробовать? Да. Давай попробуем. Бери. Какие прикольные. Да. Как? Мне нравится очень. Это очень. Очень. У них какой-то натуральный вкус, при этом сладенький. Кайф. Вкусно. Очень. Это вкусно. Блин, не обещать внимания на мой образ, мне реально просто такая голодная и такая уставшая, что мне только сейчас даже лень раздеваться и умываться, поэтому просто хочу покушать. О, да, посмотрите, оно все перемешалось само собой, стало очень нежной по консистенции. Ах, корейская еда, я люблю тебя. Хочу сказать, что я готова только этим питаться, но я вспомнила, что да, когда я в Корее, я только этим и питаюсь. Что ж, ребята, вот такое видео у нас получилось, я надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, палец вверх. И если вам интересна тема Кореи, обязательно посмотрите мои корейские плейлисты. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. До новых встреч. До новых встреч.